Друзья, всем привет! Давно не записывал для вас видео, был занят. Недавно зашел на канал и был приятно удивлен. Последний момент, когда я туда заходил, было 20 подписчиков. Сейчас зашел на момент 8 июля, там уже 126 подписчиков. Это очень приятно для меня, потому что я не рассчитывал на какой-то рост. Выкладывал видео, как я всем говорю, для своих знакомых, которые постоянно задают вопросы. Мне легче, чем каждому что-то объяснять, записать видео и потом просто давать ссылку и все. И тем самым он зайдет, посмотрит, получит ответ на свой вопрос. Почему я решил записать видео на эту тему? Недавно лазил на ютубе и обычно сам смотрю что-то по трейдингу. Есть каналы, которые мне интересны, с которыми я согласен. И чем-то даже моя торговля схожа с ними. Лазил я на ютубе и наткнулся на такое видео под названием «Торговая стратегия скальпинг». И я такой, в смысле торговая стратегия, как эта стратегия? Объясняю, почему я был возмущен. Скальпинг – это вид торговли. И у этого вида торговли уже есть свои стратегии. То есть в скальпинге есть свои стратегии. Но сам скальпинг не является стратегией. Скальпинг – это внутридневная торговля. Скальпинг – это когда вы совершаете несколько сделок в день. Например, это условно, опять же. Это вид торговли. То есть даже как инвестирование. Вы можете сделать одну сделку за три года. Но инвестирование же не является торговой стратегией. И там парень, не буду называть его имя, объяснял, что вот вы торгуете. Берете и много раз заходите, много раз выходите. И в этом заключается стратегия. Ну, я не хочу никого обидеть, но таких людей надо обходить. Они записывают видео просто для того, чтобы его кто-то посмотрел. Но ничего они не несут в себе. И если видите такое название – торговая стратегия скальпинг, просто не смотрите, не забивайте себе голову. Итак, ближе к теме – стратегии в скальпинге. Я выделил четыре стратегии, которые, на мой взгляд, самые рабочие. Также причина, по которой я решил записать это видео. Обычно новички, а скорее всего, если ты смотришь это видео, то ты новичок. Новички чаще всего, как это было у меня, сидят перед приводом, перед графиками и торгуют просто ничего. Свечка вверх пошла зеленая. Ой, наверное, она продолжит. Зайду-ка я сюда. Заходишь, тебя выносит. Ну, или если повезло, тебя протягивает в плюс. Потом, так-так-так, сейчас, скорее всего, упадет вниз. Уже много, сходило вверх. Заходишь, а она дальше летит. Или же, наоборот, опять же, если тебе повезло, идет вниз. И так далее. То есть ты сидишь и торгуешь какие-то свои ощущения. Но стратегии нет. Я сидел, думал, смотрел много, читал много и слышал везде. Вам нужно найти свою стратегию, торгуйтесь. Я думаю, как я ее найду, если график ходит как-то непонятно. Пытался искать какие-то закономерности. В итоге, там, прочтя какие-то книжки, посмотрев какие-то видосы. Но на тот момент, когда я начинал, было не очень много. И в основном они все были по бирже, а не по крипте. Но, тем не менее, теханализ примерно работает везде одинаково. И даже на крипте сейчас он отрабатывает лучше, чем на бирже. Так вот, я пришел к тому, что выделил для себя 4 конкретных стратегии, которые торгую лично я и которые рекомендую торговать вам. И в скальпинге, в принципе, чего-то другого. Это более в таком трейдинге, в краткосрочном, но в дневном, например, когда вы торгуете там одну сделку в 2 дня. Или такие там какие-то волновые анализы. Я даже в это не вникаю. Я торгую конкретно вот 4 стратегии. И они все заключаются в торговле от уровней. Уровень – это самое важное. Научитесь их видеть. И вы сможете спокойно торговать по этим 4 стратегиям, которые я вам дам. Ну, в общем, собственно говоря, вот. Уровни – это самое важное. И вся торговля в скальпинге, в принципе, происходит от уровней и от плотностей. Смотрите. Ловля ножей, пробой уровня, торговля от плотностей и отскок от уровня. Почему именно в таком порядке? На мой взгляд, это от самого сложного к самому легкому. Это мой взгляд. У вас, может быть, ловля ножей будет для вас самая легкая. Но ловля ножей – это одна из самых сложных. И самая сложность ее заключается в том, что она самая опасная. То есть вас может размотать на нее очень легко. А отскок от уровня, соответственно, для меня самый легкий. Почему я добавил сюда торговлю от плотностей, плотности в стакане, я имею в виду? Потому что плотности эти обычно возникают как раз-таки на уровне. Если на графике есть какой-то уровень, то, скорее всего, этот уровень защищает или поддерживает какая-то плотность в стакане. Просто так уровень не формируется. Любой уровень, смотрите, показываю. Любой уровень. Любой уровень. Давайте, наверное, я красным цветом вам покажу. Любой уровень, который вы видите на графике, который влияет на цену. Сейчас я рисую уровень сопротивления, который не дает пойти вверх цене. На этом уровне стоит какой-то сильный игрок. Вот здесь. Вот здесь стоит заявка, которая не дает пройти. Видите, цена бьется куда-то в одно место и не дает пройти. И эта лимитная заявка видна в стакане как большая плотность. Я подробно не буду сейчас в этом видео разбирать, потому что я хочу просто у вас убрать лишний мусор из головы. И хочу вам дать то, на чем вам нужно сосредоточиться и сэкономить свое время. Чтобы не сидеть, не ковырять просто так график. А конкретно, чтобы вы просто пытались искать эти ситуации, пытались их видеть и их уже торговать. Вы не должны ковырять все подряд. Просто каждую секунду заходить, выходить из сделки. Вы должны торговать ситуацией. Тогда вы будете торговать в плюс. То есть здесь, допустим, по цене 1 доллар, условно какая-то монета, по цене 1 доллар, есть уровень сопротивления, который не дает пройти цене вверх. И на этой цене стоит огромная заявка, например, на миллион долларов. Здесь стоит количество денег, миллион долларов, миллион монет получается по одной цене. И он удержит, от нее уходит цена. Именно поэтому я добавляю торговлю от плотностей в стратегии, которые относятся к торговле от уровней. Потому что плотности чаще всего стоят именно на уровнях. И они и создают эти уровни. Сейчас коротко пробежимся. Я вам объясню, что эти стратегии, как они примерно выглядят. Но разбирать каждую я не буду, иначе это займет очень-очень долго. Если вам интересно конкретно, чтобы я разобрал каждую стратегию, пишите в комментариях, ставьте лайки, все что угодно, любая активность, тогда я буду понимать, что вам это нужно. Потому что в один момент именно мои какие-то, я не знаю, как это можно назвать, уроками или нет, уроки, все это закончится. И я уже буду дальше снимать видео именно конкретно от того, какие у вас вопросы. Что-то детально разбирать, какие-то стратегии, какие-то корректировки, рассматривать сделки, еще что-то. И мне нужна обратная связь для этого. То есть вы должны взаимодействовать со мной, тогда мне будет легче выдавать вам информацию. Я буду выдавать ее именно нужную. Пока что я выдаю ту информацию, которая нужна была мне на начале, и которая дала мне очень большой толчок. Итак, поехали. Первая стратегия – ловля ножей. Самая сложная на ней, если вы будете пытаться ее торговать, вы не раз сольете депозит, если не будете резать убытки. А так как вы новичок, резать убытки для новичков – это одно из самых сложных моментов. И чаще всего новички сидят и смотрят просто, как их депозит потихонечку разъедается. В надежде на то, что цена вернется, а может она вернется. Но все-таки сейчас пересижу, пережду, вернется, вернется, и она каждый день все ниже, ниже, даже каждый час. О чем там речь каждый день? За день вас уже, скорее всего, не будет на рынке. Каждый час. Итак, в чем же заключается ловля ножей? Ловля ножа называется ситуация, в которой цена торговалась на уровне, торговалась, билась об уровень, билась, торговалась. И в один момент пошел слив, просто вот так, несколькими свечами пошел слив. Пошел резкий слив. И всем же нам понятно, что в одну сторону бесконечно цена не ходит, когда-то будет разворот. И наша цель – вот этот резкий слив поднять. Это и называется ловля ножа, то есть когда-то будет разворот. И чаще всего, если слив был очень резкий, то есть он прям не от уровня был, а откуда-то выше, и он пролетел этот уровень, то, вероятнее всего, отскок будет вот такой какой-то. Видите, ну, условно это похоже на нож, да, если у кого хорошая фантазия. И наша цель в этой стратегии – найти эту разворотную точку и зайти там, уже в этот разворот, в этот сильный отскок. То есть это и есть стратегия ловля ножа. Коротко скажу, на что ориентироваться примерно, чтобы вы хотя бы могли смотреть. Ищите уровень, от которого она может оттолкнуться. То есть где-то там сзади на истории, где-то там сзади, график же не вот так вот он просто появился, а тут сзади тоже была какая-то история. Он тут где-то ходил, тут где-то был, и где-то вот здесь уже об этот уровень было касание. То есть смотрим на истории, докуда может пойти. И от этого уровня, вероятнее всего, будет отскок. Также можно видеть в стакане плотность, которая будет являться сопротивлением для дальнейшего падения. И от этой плотности будет отскок. Но это, если интересно, уже подробно я буду разбирать там. Эта стратегия является самой прибыльной, самой, но при этом самой рисковой, как и в жизни. Большие риски, большая прибыль, так и здесь. Аккуратнее. Новичкам не очень рекомендую, но можете пытаться, если поймете, как это, что это. И, возможно, я запишу в дальнейшем ролик на эту тему. Так, с этим разобрались. Дальше. Следующая стратегия – пробой уровня. Тут немного попроще, но все равно ту самую заветную точку пробоя найти сложно. Я сейчас не буду объяснять, как ее искать. Я вам покажу, как это будет выглядеть. Смотрите. Пробой уровня – это ситуация, когда цена ходила, шла, раз ударилась в уровень, второй раз ударилась. То есть сформировала уровень. Вам нужен четкий сформированный уровень. И от него уже мы будем торговать. Два ударилась, три ударилась, четыре поджалась и полетела. В пробое уровня важно взять именно вот эту точку. Зайти в этой точке. Это и есть пробой уровня. То есть, соответственно, наоборот, в шорт. В шорт то же самое. У нас есть уровень. Цена. Это уровень. Это перед этим был пробой уровня сопротивления. Сопротивление – это уровень, который не дает пойти цене вверх. Пробой уровня поддержки – то же самое. Мы торговали какой-то уровень. Важно, чтобы этот уровень был сформирован. Нельзя заходить в пробой, если только цена упала и она идет сюда. Нельзя заходить в пробой. С первого раза его никогда не будет. В большинстве случаев, в большинстве я никогда, как что-то точно о рынке говорить никогда нельзя. И то, что я сказал, никогда – это ошибка. Возможно. Будет, но это 1% из 99%. В большинстве случаев статистически цена с первого раза не пробивает уровень. И со второго даже. То есть, вам нужно именно, чтобы уровень наторговался. Так вот, о чем я. В шорт пробой уровня поддержки ровно такая же ситуация. Наторговываемся и пробиваем. Точка входа в пробой вот здесь. Нам нужно здесь найти точку входа. Почему именно здесь ты скажешь, а можно же зайти заранее пробой где-нибудь здесь. Нельзя. Потому что цена может пойти и пойти. Нам нужно, чтобы она наторговывалась около уровня. Так, с этим понятно. Дальше. Торговля от плотностей. Тут сейчас я нарисую сначала график. График с уровнем, об который бьется цена. Раз ударилась. Торгуется. Два ударилась. Скорее всего, там где она бьется, вот в этих точках. Я сейчас говорю о торговле с приводом, если что. То есть, плотностью вы можете торговать только через привод. Надеюсь, вы это понимаете. Вот в этих точках, где цена отскакивала от уровня, вероятнее всего стоит какая-то крупная плотность. В стакане. Давайте я нарисую рядом стакан. Стакан нарисую. Здесь у нас идут пункты. Идут пункты. Зеленые пункты. Ну, то есть, вы понимаете, да? Привод и что я сейчас рисую. Я рисую стакан от руки по-быстрому, так, чтобы вы понимали. То есть, цена торгуется. И вот этот уровень, на нем стоит крупная очень заявка. При подходе к этой заявке, цена отскакивает вниз в стакане. То есть, тоже вот она подходит на графике у нас. Здесь, по графику, стакан, она подошла в плотность в стакане. То есть, вот эта точка, это вот эта плотность в стакане. Вы это поймете. Если вы наблюдаете за приводом и за графиком одновременно, то вы понимаете, что тут цена отскочила, а тут большая лимитная заявка в стакане стоит. Вот она и держит этот уровень. От нее и можно брать отскоки. То есть, если снизу она к ней подходит, вы берете отскок в шорт. Это именно отскок от плотности. Также, если цена, то есть, это первый вид торговли от плотности, это отскок от нее. Если цена первый раз подошла, скорее всего, она от нее отскочит. И второй раз, скорее всего, она отскочит от нее. Дальше, торговля от плотности. Есть такая разновидность, как разъедание плотности. То есть, после того, как эту заявку выкупят, она станет, ну, ее начнут выкупать, она будет все меньше, 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 меньше. Это будет примерно на графике выглядеть вот так. Ее раскупают, 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 раскупают. от нее остается совсем маленький кусочек мы заходим и цена пошла пробивать уровень это и значит что плотность разъели тогда мы заходим в разъедание то есть от плотности бывает либо отскок либо ее разъедание в разъедание мы заходим на то что цена пробьет ее и пойдет вверх и и разъедят выкупят и пойдут вверх это значит что у покупателя очень сильные ну очень сильный покупатель и он выкупает плотность и будет дальше выкупать весь стакан и будет толкать тем самым цену вверх это называется разъедание на графике это будет вот так выглядеть ее разъедают разъедать может чуть-чуть пониже но цена будет стремиться сюда и от нее будет оставаться все меньше меньше и цена попрет вверх это и пробой также можно смотреть уровня и просто в стакане видите плотность торгуется даже если это не на уровне то есть она может быть где-то вот я щас покажу тут маленький нарисую цена не обязательно на уровне она может быть вот тут идет тут у нас плотность большая стоит вот здесь у нас такая небольшая плотность и она становится меньше 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 от нее отъедают 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 ее разъедают и цена посредине прям графика просто идет вот сюда это тоже можно торговать и это именно и есть от торговка плотности не не важно где на в на графике важно что происходит с плотностью то есть если ее разъедают пойдет импульс если цена первый раз не подходит вы это видите и понимаете на графике что к этой цене первый раз идет ситуация вы берете и заходите на отскок если об нее уже бились тестировали эту плотность то вы заходите в ее разъедание и в пролет это работает и в лонг и в шорт так с этим разобрались дальше отскок от уровня это вообще самая первая стратегия которую я понял которая была для меня самой первой и возможно поэтому я считаю самой легкой потому что мне было понять легче всего по какому принципу вообще как я это понял заметил ну я думаю если у меня не получается брать пробои уровня то есть пробои вот эти ситуации у меня не получается брать я торговал в минус именно пытаясь ловить пробои то есть ситуация всегда шла против меня и я это просто перестроил себе на пользу если цена не пробивает уровень так тогда я должен заходить в short то есть на отскок от этого уровня на то что он не пробьет торговать вот эти ситуации вот эти и брать вот эти небольшие движения вот эти вот небольшие движения брать вот это вот это вот это вот это потому что я не мог понять как как когда в какой момент заходить в пробой но я четко понимал что первые подходы и попытки 1 я никогда не торгую но второй подход к уровню я торгую постоянно потому что вероятность от сколько второй раз но 80 90 процентов вот и она идет подходит раз и уже там 3 4 раз возможен пробой но я лучше два раза там два к если там плотность какая-то есть хорошая и она подтверждает то что будет отскок я и 3 зайду но с разъеданием плотности я уже от 100 плюс здесь скорее всего тоже плотности есть видите поэтому я добавляю торговли от плотности я лучше поторгую эти отскоки раз-два-три и заберу вот эти движения вот эти то есть понимаете да как у меня формировались мысли у меня не получается находить точку в пробой правильно потому что меня стопила я допустим пытался здесь зайти пытался здесь зайти и меня стопила стопила и я брал вот это именно те ситуации на которых меня стопила я просто взял перенял на свою сторону начал заходить против пробоя и у меня стало получаться вот и это первая стратегия моя по которой я начал торговать а уже постоянно торгуя эту стратегию я начал лучше понимать когда будет пробой когда будет там отскок нож когда будет потому что если цена полетит резко вверх я буду находить точку разворота и или же отсюда брать же ретест этого уровня то есть ты когда торгуешь от скоки от уровня ты именно сам уровень начинаешь понимать и тебе потом легче уже от этого уровня торговать что-то противоположное отскок от уровня также если ты пропустил пробой смотрите заново нарисую чем мне нравится отскок от уровня это моя любимая и самая легкая стратегия отскок от уровня мне больше нравится потому что если ты пропустил сам пробой то есть раз отскок отскок торговали торговали и пропустили пробой пошел пробой он шел шел чаще всего этот уровень будет тестироваться еще раз цена сюда вернется и тогда уже отскок возьмете на ретесте то есть когда этот уровень будет сверху вниз тестироваться не снизу вверх а сверху вниз и отсюда уже брать отскок вверх чаще всего происходит именно так ретест и дальше поехали и вот этот ретест вот тоже это одно из самых любимых ситуаций ну вот и все думаю это поможет вам чуть-чуть сложить мысли в кучу не отвлекаться ни на что не нужное вот торговля от уровней это самое полезное что вам нужно знать в общем все друзья извините что давно не был буду появляться теперь чаще все проблемы решил все вопросы решил теперь я с вами кому нужна какая-то помощь пишите обращайтесь сейчас работаю над телеграм-каналом над своим будет он называться приват скальпинг сюда буду кидать свои сделки которые я торгую сегодня например я как мой день проходит я просыпаюсь с утра выбираю монеты которые будут торговать отмечаю ситуации в пробой или отскок чего я буду заходить и дальше торгую вот думаю сделать такой канал который вам сократит работу и думаю будет очень полезен и интересен вы проснулись открыли телеграм там у вас уже ситуации которые отобрал я и вы уже в них либо саху заходите если согласны с ними либо нет вот примерно такие планы на будущее всем спасибо спасибо что смотрели надеюсь что был вам полезен до следующего видео пока